здравствуйте уважаемые читатели и гости сайта заметки электрика бывают такие ситуации когда вы подходите к двигателю с целью подключить его в сеть а в клеммной колодке находится 6 проводов совершенно без бирочек без маркировки что делать в такой ситуации в данное видео я покажу как определить начало и концы обмоток трехфазного электродвигателя типа 4 а x 700 x 71 а 4 у 3 но не суть важно его мощность 50 0 55 киловатт как вы знаете обмотка статора синхронного трехфазного двигателя состоит из трех обмоток сдвинутых относительно друг друга на 120 электрических градусов так вот первым шагом в определении начала и конца обмоток асинхронного двигателя является определение принадлежности всех шести выводов к соответствующим обмоткам как это делается так ну в первую очередь приготовим бирочки сделаю такие вот небольшие так вот у нас шесть бирочек от маркируем их соответственно у 1 у 2 у 1 у 1 у 2 это у нас первая обмотка в 1 в 2 это у нас вторая обмотка и W1 W2 это у нас третья обмотка W1 и W2 напомню что это новая маркировка согласно ГОСТ 26722 W2 85 ранее двигатели маркировались гораздо проще как S1, S2, S3, S4, S5 и S6 кое-где встречается маркировка просто 1, 2, 3, 4, 5, 6 где-то встречается маркировка 1 N 1 K там это первая обмотка 2 N 2 K это вторая обмотка и 3 N 3 K это третья обмотка честно сказать выбрал не совсем удачный пример так как здесь вот видно что начало например выведенное на одну сторону а концы обмоток выведены на другую сторону но тем не менее бывает что самого Барно вообще нету или все шесть концов вывел вот с одной стороны поэтому как бы тем не менее расскажу и так что делаем мы ищем первую обмотку встаем на щупом одним на любую из выводов и начинаем по порядочку искать нашу пару нету 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 вот наша первая обмотка нашли кстати ее сопротивление составляет 13 Ом и так произвольно одеваю так это у нас вот обмотка одеваю U1 сюда U2 сюда далее ищем вторую нашу обмотку вот наша вторая обмотка и смотрим также 13 Ом на нее одеваем бирочки на нее одеваем бирочки V1 и V2 в произвольном порядке так и проверяем нашу третью обмотку вот она по Омикам также 13 Ом и на нее одеваем соответственно бирки W1 W2 в итоге у нас получилось в двигателе в клеммнике двигателя 6 выводов с надетыми на них бирочками кембриками в произвольной форме берем первую обмотку U1 и U2 и соединяем ее со второй обмоткой V1 и V2 напоминаю что эти обозначения у нас условные вот начало обмотки U1 вот ее конец конец обмотки первой я соединил с началом второй обмотки и вот у нас конец обмотки V2 то есть второй обмотки V2 на вывод U1 и V2 я подаю переменное напряжение 220 вольт можно подать и меньшее напряжение например 100 вольт или там 60 вольт но мне более удобнее пользоваться непосредственно напряжением сети то есть переменным напряжением 220 вольт не забывайте учитывать то чтобы обмотки выдерживали напряжение которое вы подаете на них то есть у меня двигатель имеет номинальное напряжение 220 380 вольт то есть номинальное напряжение обмоток 220 вольт я же сейчас подаю 220 вольт на две обмотки сейчас я подаю на вывода U1 и V2 напряжение питания 220 вольт а на третьей обмотке V1 и V2 измеряю напряжение если мультиметр покажет некоторое значение напряжения то значит первая и вторая обмотки у меня включены согласованно если напряжение на выводах третьей обмотки будет равняться нулю или имеет совсем маленькое значение то значит обмотки включены то значит первая и вторая обмотка у меня вот включены встречно ну посмотрим что получилось и вот это у нас подключен прибор мультиметр на переменное напряжение так включаю 220 вольт двигатель немножко гудит как видите напряжение составляет 0,61 вольт это очень маленькое значение поэтому делаем вывод что обмотки я подключил все-таки встречно поэтому на второй обмотке я сейчас поменяю местами бирочки V1 и V2 и снова проведу измерения в общем что я поменял вот бирочку V1 с V2 они были наоборот вот сейчас подключаю по той же той же самой схеме получается конец обмотки вот первый U2 мне нужно соединить с V1 а на V2 подать питание так вот сюда подал питание на V2 наконец а U2 и V1 соединил на клемму и так включаем напряжение 220 вольт и смотрим напряжение на третьей обмотке вот двигатель даже запустился на двух фазах напряжение составляет 15 вольт это уже говорит о том что мы на этих обмотках правильно определили начало и концы отлично ну и осталось у нас дело за малым это найти начало и конец у третьей обмотки куда сейчас подключен мультиметр первую обмотку и третью обмотку я подключаю аналогичным образом а на второй обмотке я измеряю напряжение как в первом случае все аналогично так вот переключился здесь обмотка U1 вот конец обмотки U2 соединяем ее с началом обмотки третьей обмотки V1 а на конец третьей обмотки V2 подаем питание 220 вольт напряжение будем снимать на второй обмотке V1 V2 поехали двигатель гудит напряжение составляет 0,9 вольта двигатель гудит то есть это уже говорит о том что обмотки не согласованно подключены как вы видели из прошлого измерения то при согласованном включении обмоток двигатель уже даже начал вращаться теперь меняем маркировку выводов третьей обмотки и подключаем аналогичным образом но только уже с учетом новой маркировки так ну вот все переключил конец первой обмотки мы подключили на бирочку V1 то есть на начало третьей обмотки а на конец третьей обмотки мы подключили питание со второй обмотки V1 и V2 мы снимаем напряжение включаем питание поехали ну вот как видите двигатель запустился ой не включил мультиметр ну напряжение составляет вот 15 вольт так ну все в принципе начало и концы обмоток мы для себя определили теперь я это все разбираю опрессовываю концы обмоток оставляю текущую вот эту существующую маркировку которую мы нашли и подключаю соответствующим образом сам двигатель чтобы его уже проверить от напряжения сети так концы жил опрессовываю с помощью изолированных круглых наконечников вот таких вот с помощью соответствующих пресс-ключей все концы опрессовал вот вы видите также подключил обмотки двигателя схему треугольника вот кто забыл здесь установлены должны быть установлены три перемычки здесь у меня шпилька одна сломана на колодке поэтому я соединил непосредственно на одной шпильке сейчас подключу двигатель трехфазной трехфазной сети с линейным напряжением 220 вольт не путайте линейное напряжение то есть напряжение между фаз составляет 220 вольт вот поэтому в связи с этим я и подключил двигатель в схему треугольник вот видите двигатель можно подключать либо треугольником в сеть в трехфазную сеть 220 вольт либо звездой в трехфазную сеть 380 вольт и так сейчас подключаю питание подключаю напряжение сети так ну все у меня готово поехали работает таким образом можно сделать вывод что начало и концы обмоток нашего двигателя трехфазного двигателя мы нашли правильно существует еще несколько способов определения начала и концов обмоток электродвигателя но лично я пользуюсь именно этим способом почему именно этим потому что он наиболее простой не требует какого-то специального специального оборудования каких-то специальных приборов то есть мы находим начало и концы обмоток с помощью нашего же напряжения сети и обычного мультиметра ну нет у вас мультиметра можно использовать обычный вольтметр кстати еще одним причем распространенным методом определения начала и концов обмоток электродвигателя является метод опробования или метод тыка также определяют сначала принадлежность двух проводов к той или другой обмотке и дальше подключают их на авось затем включают двигатель в сеть и смотрят на поведение двигателя то есть если двигатель работает нестабильно сильно гудит плохо вращается берут любую обмотку отключают меняют ее местами и проверяют снова то есть здесь есть три варианта если не попадаете во второй раз то в третий раз точно угадаете с подключением двигателя то есть точно у вас будут подключены начало и концы обмоток электродвигателя ну а если вам интересно посмотреть как двигатель работает с одной перевернутой обмоткой то есть сейчас я это дело сымитирую и вам покажу теперь я преднамеренно подключил одну обмотку наоборот и посмотрим как будет работать при этом двигатель видите как сильно гудит работает совершенно по-другому сильно гудит так долго я держать под напряжением не буду потому что двигатель помимо того что очень сильно гудит он при этом и очень быстро нагревается то есть вот он немножко поработал и и у него уже нагрелись обмотки ну вот смотрите еще раз видите что такое да еще больше нагрелся так ну все переключил обратно еще раз говорю что двигатель очень сильно нагрелся то есть пока я сейчас переключал буквально 2-3 минуты а может и быстрее прям уже стал он еще горячеет жаль что в данный момент собой тепловизор не так бы ради интереса можно было бы измерить температуру ну и вот давайте еще раз для сравнения как работает двигатель и как запускается двигатель с нормальным включением обмоток двигатель более бесшумно надеюсь данное видео было вам полезно кому понравилось оно ставьте лайки подписывайтесь на канал ну и с вами как всегда был дмитрий автор сайта заметки электрика до новых встреч до новых встреч